Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Недавно на нашем канале вышло видео про важнейшие принципы фарма, о которых, как оказалось, знают далеко не все. Также ведется подготовка видео с аналитикой по лучшим кораблям для фарма, для чего я не только анализирую цифры, но и провел уже два стрима по фарму для практического исследования. Итоговые выводы скоро выйдут. Подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить. А сегодня как раз в тему вышло видео от разработчиков про фарм. И сейчас я хочу обратить внимание на несколько моментов из него, о которых наверняка многие не знали. Насчет потенциального урона, за который тоже начисляются кредиты, правда явно не очень много. Не все знали, что этот урон представляет собой сумму максимально возможного урона от снарядов, бомб и торпед противника, попавших или прошедших в радиусе 700 метров от вашего корабля. Начисление серебра за потенциальный урон зависит от типа корабля. Так больше всего дают линкорам, потом крейсерам, эсминцам и авианосцам. А вот за обнаруженные корабли противника и урон по засвету ситуация по кораблям уже иная. Смотрите табличку. Это все важно понимать, особенно в ранговых боях, где от опыта зависит сохранность вашей звезды. Теперь насчет опыта эсеры за фраги. За факт уничтожения соперника вам дополнительно начисляется не так уж и много опыта, примерно как за 1 десятую боеспособности корабля. А вот серы дают уже побольше, как за 1 четвертую корабля. Это также важно знать, чтобы оценивать риски в ранговых боях, стоит ли добивать шотника любой ценой, или, например, лучше сделать что-либо другое и пожить еще для сохранения звезды. Ну и про начисления за захват точек, что очень важно. За захват вам дадут опыта примерно как за 2 трети уничтоженного корабля, что очень много. Так что большинству рандомных эсминцев, которые вместо захвата точек становятся в дымы и пулькают по линкорам, стоит понять, что вы за весь бой из главного калибра не снимете линкору 2 трети боеспособности, а вот за захват точки получите опыта как за 2 трети корабля. Кредитов за захват дают поменьше, как за 1 третью корабля. Если захватчиков несколько, то награда начисляется в зависимости от вашего процента захвата точки. Важно, что тот же принцип используется и при защите точек или базы, так что на этом можно зарабатывать также немало опыта. А еще опыт эсеру дают и за блокировку захвата точки или базы, в зависимости от длительности блокировки. Зная все это, можно гораздо эффективнее сохранять звезды в рангах, так как часто есть выбор, что именно делать и по какой цели стрелять. Вот на чем я хотел заострить ваше внимание. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай.